Если вы совсем не любитель закаливания, а оздоровиться зимой все же хочется, рассмотрите прогулки на свежем воздухе. А не пойти ли мне в лес, таким вопросом задалась наша коллега Регина Гауфе и отправилась налаживать контакт с природой. А заодно узнала, какое угощение нельзя предлагать лесным жителям и даже прочувствовала на себе беличьего гостеприимства в лесном комплексе «Егом». Так у жителей Нижневартовска есть возможность сбежать от городской суеты в суету лесную. Для этого достаточно приехать в «Егом». Здесь лесные обитатели встречают гостей чуть ли не с порога. Пестрые стейки синиц и воробьев соседствуют с белками. Кормушки зверей не пустуют, да и людей они совсем не боятся. Главное правило это не давать диким животным жареные и соленые вещи. Кроме того, нельзя давать те фрукты, овощи, которые неестественны для данной среды. Например, миндаль, фисташки. В том числе в миндале, например, содержатся канцерогенные яды, которые при употреблении в большом количестве могут вызвать повреждение нервных систем у животных. Хлеба нельзя давать. В любом зоопарке написано, что хлеб животным нельзя давать. Самое главное в общении с дикими животными это неторопливость, неспешность. Не стоит делать резких движений, они могут просто испугать дикое животное. Лучше всего просто положить на ладошку угощение и лакомство и тихонечко ждать. В парках и лесных комплексах, где часто гуляют люди и приносят им лакомство, белки становятся ручными и порой уже сами при виде них бегут попрошайничать угощение. Но не стоит забывать, что при всей своей внешней очаровательности эти животные дикие. Самым безопасным вариантом будет оставить лакомство в кормушках, но мы не ищем легких путей. К слову, гладить... А! Она меня цепанула за палец. В общем, гладить белку пытаться не стоит, потому что это все-таки животное дикое. Она может испугаться такого резкого движения, подумать, что это нападение и убежать. Со временем и белки в Ягоме научатся правильно взаимодействовать с людьми, зная, что на ладони их будет ждать угощение. Главное, не протягивайте пустую ладошку зверю, если не хотите получить обиженный беличий кусь за палец. Кстати, делать это в перчатке мне сейчас стало спокойнее. Так, по крайней мере, я знаю, что она меня не цепнет. Ай! Сразу успокою, белочки меня не кусали, а просто немного прихватывали пальцы, путая их с орехом. Однако зубы у них острые, и ощутив опасность, укус может быть и серьезней, поэтому будьте аккуратны. А в целом, общение с природой расслабляет, успокаивает нервы и заряжает положительными эмоциями. Регина Гауфа, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск.